привет друзья сегодня неожиданно выиграл неожиданно потому что форма оставляет пока желать лучшего очень много готовился к противнику но вчера опять же уснул поздновато разбудили утром добрые люди пожелали успеха и рассказали что мне нужно делать физическом плане вот за что конечно им спасибо но с подготовкой я до последнего момента не мог решить что играть противник в первом туре показал что выучил защиту грюнфельда которую играть не хотелось вот ну по крайней мере повторять мне там пришлось бы очень много и я колебался между ходами е4 конь f3 и c4 и вдруг после кони f3 вспомнил что c5 он пойти не может за е4 будет с целянской которую он не играет ну и после же 6 я могу пойти c4 что я и сделал а вот здесь c6 выяснилось что нас ждет новый каракан который я конечно же то есть вот эту позицию я у него видел творчество во всех партиях он бил д е и играл кони в 6 мой противник так бил играл кони f6 на взятие бил пешкой получал хуже и потом долго-долго отбивался где-то ему даже выиграть удавалось вот в целом позиция конечно на которую я бы с удовольствием пошел но за доской мне подумалось как еще вот где-то здесь что как пойдет на конь c3 кони в 6 и так и случилось последовало кони в 6 и на е5 конечно же кони е4 выясняется что в общем-то подготовка снова провалилась принципиальное продолжение конь бьет е4 но вот в этой позиции черт сломит ногу и без подготовки конечно идти сюда страшно в далеком наверно восемьдесят третьем или восемьдесят четвертом году я про этот вариант прочитал книжки константинопольского и вейца и там была следующая линия донат что очень неплохой альтернативой ходу конь бьет е4 является конь бьет c3 bc и на c5 dc и оценка типа того что активность там несколько ходов еще приводится и оценка типа такой что структурные недостатки белых компенсируются активной игрой но вот за доской я был очень не уверен что они компенсируются dc брать видимо надо потому что вот эта позиция но совсем не вдохновляет белых пешка c3 слабая пешка c2 блокирована какой-то совершенно шикарная разновидность варианта немцовича во французской для черных то есть чернопольный слон остался черные поля есть кому защищать там белых вот ни за что созданы слабости поэтому dc но после dc вы видите мои структуры остались одни развалины он пошел конь d7 можно было сделать рокировку конечно дождаться моего хода и потом конь d7 пойти но без этого не обойтись черные напали на c5 и на е5 я вынужден игнорировать это нападение теперь если черные возьмут на е5 то здесь компенсация за пешку или 2 ну просто великолепно черный король застрял в центре он конечно может уйти на ферзевый фланг но мы его там уже ждем у нас ладья играет и ферзь скоро выйдет и линии здесь мы при случае вскроем ходом c4 то есть позиция белых ну просто великолепно значит поэтому он рокировал пешку е5 отдавать мы не имеем права после коль бьется 5 страшно захотелось поставить слона на d4 все укрепить у меня нет уверенности в том что это правильное решение по идее мне бы надо попытаться каким-то образом поменять чернопольных слонов ну вот на ферзь опять железо почему-то рекомендует такой странный ход как слон f1 мне конечно это даже в голову не приходило напасть вот так на пешку d5 потому что структура у меня вне зависимости от того разменяемой пешку c3 на пешку d5 или не разменяем структуру у белых ужасно слон d4 все укрепил и хочу где-то е6 пойти но е6 это надо готовить слон d7 вполне разумное решение черные ведут слона на а4 или может быть на b5 ладью на c8 хотят поставить давить на пешку c3 железо говорит но я видел ход а4 который рекомендует железо и брать на а4 опасно черные могут не развязаться конем так брать просто плохо там видимо е6 слоном ну не знаю очень сложно потом будет спасти этого слона там скажем ферзь b1 ферзь a2 и съели съели коня на c5 а потом и слона вот ну так прикидочно может еще что-то посильнее а слоном слом бьется 5 сразу есть конечно чего вас обманываю вот а если конем то вот очень сложно будет потом развязаться может быть е6 сразу будет код ну мне не понравился ответ коль е6 хотя здесь после ферзь c1 у белых наверное полноправная игра черные могут взять на d4 но вот слов же 7 слов же 7 фигура в защите очень полезная но если белые не пытаются ставить мат королю то может очень легко оказаться фигурой плохой у белых плохих фигур нет они просто структура похуже отличная книжка иосифа дорфмана есть по поводу ой не помню как она называется динамика и статика по моему вот и там четко объясняется у кого лучше пешечная структура тот должен играть статичные шахматы у кого хуже тот в динамичная то есть моя задача дать маг ну поэтому и из этих соображений ход коль g5 и был сделан то есть если черные сейчас пойдут как-нибудь типа е6 то последует h4 с идеей ферзь g4 h5 ферзь h4 и пытаемся поставить мат ладья е3 вот если же черные сыграют как-нибудь типа ферзь c7 тоже ферзь е2 наша задача дождаться е6 и также пешку аж запустить вроде ладья c8 стокфиш мне говорил что ход посильнее но вот мы вызвали е6 и снова можем у нас появляется еще одна идея помимо h4 h5 стокфишу нравится идея перевода коня на g4 и также пешку аж можно запустить в общем дыры по черным полям на королевском фланге могут оказаться важнее там пешки c3 а то и пешек c3 а2 которые черные могут прихватить все-таки у них в опасности король но ход h6 код h6 совершенно ужасный на мой взгляд хотя не проигрывающий е6 вынуждена теперь у черных черные могли сразу сделать ничего в этой позиции то есть мне конечно проигрывает плохой позиции ведется он бьет нет погодите к плохой позиции ведет конь бьет е6 то есть здесь на fg ладья бьет е6 и у черных открытый король масса слабостей на королевском фланге и в центре пешки на ферзевом фланге белых они вообще никого не волнуют потому что черные то при случае будут покидать доску и открывать собственного короля вот другая возможность слон бьет е6 здесь тоже совершенно неясная позиция у черных вроде лишняя пешка но слабые белые поля рядом с королем сейчас ферзи 4 ладья b5 при случае ладья бьет g6 лучше бы ферзем конечно в общем белый король в безопасности а на черном немножечко так сгустились тучи очень четкую ничью делал ход слон бьет d4 на взятие конь бьет d3 у белых не спрашивают они должны бить ферзем после уже ед висит на е7 очень точный ход е6 и сейчас белым во избежание потери пешки d7 и попыток доказать что у них есть компенсация за пешку с такой ужасной структурой на ферзевом фланге конечно надо фиксировать ничью ладья е6 ну и можно тут сразу поставить вечный шаг а можно как бы повыделываться то есть не ничья от белых никуда не уходит черный король очень открыт то есть даже вот здесь вот позиция носит ничейный характер хотя конечно поверить в это не так то просто мой противник избрал боевой ход коль бьет d3 он был уверен что я его зевнул что на ферзь бьет d3 слон b5 и здесь я задумался очень надолго наверное больше получаса потратил хотя собственно говоря выбор у белых невелик есть два хода слон бьет g7 и ферзь бьет d3 я пытался высчитать позицию после слон бьет g7 конь бьет е1 конь теперь никуда не уходит поэтому я считал ед ничего понять не мог слон d4 слон бьет f8 слон бьет а6 ну после слон бьет а6 конь бьет g2 железо считает что это ничейная позиция хотя у белых не хватает ладьи я вариант даже двигать не стал в общем тут можно может быть вообще зря считал эти варианты потому что вполне легко считается вот следующая линия которая у нас была в партии слон b5 играть надо потому что теперь на же белые разменялись на g7 и очень важный момент по сравнению с тем вариантом значит в котором пешка белых было на d4 вот сейчас я ткну в него вот здесь пешечная структура белых намного лучше то есть то что пешка c3 не перешла на d4 белым выгодно после ферзь d4 шах f6 не пойдешь и за ладья бьет е6 то есть белым удается активизировать своего ферзя очень сильный ход h4 и потихонечку белые начинают сдвоение тяжелых фигур то есть рано или поздно черным придется взять на d7 и у белых отличнейшие шансы на атаку ладья h3 грозит там на е6 всегда висеть начнет то есть у белых обе ладьи и ферзь в игре в тяжелофигурных окончаниях как мы знаем перевес у того кто ведет атаку то есть там пешки они на втором плане слон b5 серьезная возможность дальше все форсировано то есть вот эту позицию я высчитал и оценил ее как ничейную если быть объективным я посчитал что здесь мой противник точно игрой может сделать ничью но вы посмотрите черный король открыт ферзь ладья и слон от него далеко на е7 висит у белых как минимум материальное равенство на доске то есть на е7 они скорее всего или на d5 отыграют то есть очень приятная игра после вот этой жертву фигуры у белых сильнейшим является ход ферзь а6 черным надо как можно быстрее ферзя подтаскивать защите короля и у белых здесь приятный выбор например можно было вот так вот пошаговать но здесь на же 2 висит здесь у меня похуже точнее ладья бьет е7 конечно самый естественный ход и вот примерно то же самое что в партии только у черных жевать пешка d5 и это дает им прекрасные шансы отбиться впрочем ход королев 8 который сделал мой противник ничуть не менее сильный белым надо как-то вести атаку я решил ферзя на 6 уже не пустить пошел ладья е6 и здесь фантастическим ходом достигалась ничья то есть понять что ход единственный не так то просто но общее соображение конечно подсказывает что ферзя необходимо ввести в бой с другой стороны кажется что на опять он не так уж и плохо стоит при случае на е1 посматривает через пешку c3 на 2 по крайней мере ход слоны в 6 сделанным и им противником вполне объясним он хотел отогнать ферзя и потом уже заняться подведением своих фигур а может быть ладья бьет и в 6 земном после ферзь c7 я привожу кое-какие варианты мне давайте по 1 продвигаем как это не противно везде вот такая вот ничья то есть хотя черным еще требуются от них некоторая аккуратность ладья f3 шаг грозит ладья же 3 пограживает но объективно это ничья тоже понять это черном что здесь именно ничья это не так то просто слоны в 6 ладья бьет и в 6 находится очень легко братьев нельзя потому что белое сейчас будут вести атаку с огромным материальным перевесом у них будет как минимум три лишние пешки и атака поэтому приходится бить ладьей и вот у белых три пешки за фигуру и после хода ладья d1 оценка в оценке вообще не сомневался у белых легко выиграна то есть ферзь g5 это все я видел и вот здесь вступила в бой моя хваленая техника я начал ошибаться оценка компа здесь примерно плюс восемь в пользу белых я видел сильнейший ход ладья d4 с идеей ладья h4 объяснить почему я его не сделал я не могу то есть ну жадность видимо то есть черные не успевают подвести фигурки на защиту короля ладья f4 угрожает ладья h4 то есть ферзь е6 срочно надо играть иначе ладья f4 ладья f6 и или ладья h4 ладья h8 и в общем то от многочисленных угроз защиты нет в партии после ладья бьет d5 черные подтянули на помощь к своему королю слона и здесь самым точным было ладья d6 с атакой по черным полям слону черных белопольный по черным полям он не ходит поэтому атаковать и должен был по черным полям то есть кажется что все элементарно защита от ладья е3 нету белые остаются ну то есть слон теряется и в общем у белых остается страшная атака еще пешка h может отправиться в путь вместо этого последовал первый еще один слабый ход ладья d7 мне казалось ладья по седьмой это так здорово опять же 6 пешек за фигуру мне казалось что это просто шикарно но вот после ладья c4 черные полностью консолидировались и партию надо выигрывать заново не исключено что позиция ничейная мой противник мне помогал как мог то есть пока что ферзей я менять не хочу мне нужно сохранить обязательно пешку c3 если я буду менять ферзей чтобы поставить потом ладью на е3 запустить пешки королевского фланга вперед вот то есть этого мой противник мог добиться после ферзь е7 последовал грубый зевок который я не использовал но это вообще безобразие конечно говорит действительно о том что форма ужасная надо было играть ферзь е6 и вот здесь вот в этой позиции мне приходилось менять ферзей после чего черные отнимают на c2 железо оценивает всего лишь плюс равно но у меня нет сомнений что эта позиция с хорошими шансами на победу в белых то есть мой противник скорее всего также оценил на ферзи в 6 любой шахматист второго разряда обязан находить удар ладья же 8 шах слон связан король отвлекается у белых лишний ферзь и 100 пешек легко проходят я не очень доволен сегодняшней своей партией после ферзи в 8 король же шесть ладья до 8 был сильный ход слон е6 ну правда сводилась скорее всего к тому же варианту который был приведен чуть выше который я разобрал после ладья е4 я посчитал что вот как раз ладьи мне поменять выгодно да пешку на а2 и на c2 я считал что я потеряю но при ферзях у меня король отправится вперед по черным полям вечного шаха не бывает ферзевых окончаниях у меня не было сомнений что я выиграл но мой противник продолжил тактику помощи слабому назовем это так и вот в этой позиции не стал забирать на c2 здесь тоже мог вполне забрать но снова не стал меня это сильно порадовало я немедленно увел пешку из-под боя все-таки 5 пешек за слона это больше чем 4 в конце концов если мы поменяем ферзей королем надо будет отнимать не одну пешку c которая может скажем на d6 переместиться и быть близкой к королю но еще и с пешкой c3 надо будет справляться вот c3 ну и после слон е4 централизация брать на g2 нельзя это понятно потому что шах на h5 шах ферзь бьет g2 и 4 лишних пешки хотя конечно структура не самая лучшая для реализации тут таких позициях и двух более чем достаточно вот особенно на разных флангах а после ферзь c6 я сберег еще одну по-прежнему нельзя бить на g2 ну как бы 3 лишние пешки это не 4 то есть там черная на c5 отыгрывают в этом ферзе он но все равно конечно спастись не могут ну а после слон d5 я обнаружил возможность запустить вперед пешку f и поставил коварнейшую ловушку значит мой противник был уверен что на слон это он меня поймал ловушка что после ферзи 5 шах он отнимет на c5 и будет проще бороться с пешкой f но после хода f6 выяснилось нет защита от мата на g7 ну то есть защита есть но ненадолго черные теряют ферзя и и в общем их быстро заматуют в целом партия получилась интересной и должен сказать что если бы противником был более опытный шахматист тот же вадим звягинцев думаю что мало бы мне не показалось за такой розыгрыш дебюта помог бы быть наказан но то что вот он допустил жертву фигуры после которой компьютер пишет что везде ничья но для этого надо находить единственные ходы причем серию единственных ходов что обычно очень сложно а белые при этом могут атаковать как угодно ну повезло мне в общем спасибо за внимание спасибо всем кто за меня болел всем кто не подписался еще подписывайтесь ставьте лайки дизлайки до свидания если завтра опять же сыграю нормальную партию более-менее то опять поделюсь не Продолжение следует...